всем привет есть свежие интересное выступление немецкого политика сары вагонных которые я предлагаю сейчас посмотреть тем и вопросов затронуто много поэтому в описании к видео будут тайм-коды кстати не забудьте в комментариях написать ваше мнение касательно этих заявлений сары вагон так что подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соцсетях и давайте к делу хорошо а теперь здравствуйте и добро пожаловать на наше сегодняшнее пресс-брифинг сарой вагенкнехт председателем группы б в немецком бундестаге да я также очень тепло приветствую вас и еще раз приношу свои извинения за задержку это была не столько моя вина сколько вина аэропорта берлин бранденбург который очевидно как-то очень медленно обслуживал самолеты и это в свою очередь оправдалось на обратном рейсе из франкфурта в берлин да я хотела бы начать конечно со статистики преступности представленной сегодня госпожой фезер и я думаю что представленные цифры очень четко показывают какой катастрофический послужной список она имеет на сегодняшний день в своей должности цифры значительно выросли количество актов насилия также увеличилось ужесточение в целом значительно возросли больше краж со взломом больше краж больше насильственных преступлений это пугает многих людей и это справедливо и это также показывает огромный провал правительства огромный провал светофора страна в которой растет уровень насильственной преступности и сокращается экономика определенно находится не на правильном пути и конечно же это также показывает что министр внутренних дел явно не выполняет свою работу потому что в последние годы можно было наблюдать что госпожа фезер явно больше занималась своей неудачной избирательной кампанией в гессене или конечно занималась очень важными вопросами такими как цветная повязка для национальной сборной чем с этими элементарными вопросами которые конечно же для очень очень многих людей является определяющим фактором качества их жизни можете ли вы безопасно передвигаться в своем окружении можете ли вы жить не опасаясь актов насилия или имущественных преступлений и я думаю что что-то должно произойти в срочном порядке прежде всего нужно поговорить о причинах у миссис фезер есть одна причина или две которые она назвала одна конечно тоже совершенно бесспорно когда в стране с годами снижается заработная плата когда увеличивается социальное неравенство когда многие люди больше не могут жить на свой доход потому что он сильно обесценился из-за инфляции то когда заработная плата в стране падает когда социальное неравенство усиливается когда многие люди больше не могут жить на свой доход потому что он сильно обесценился из-за инфляции тогда постоянно растут и преступные деяния и уголовные правонарушения и кражи и многое другое так что социальный вопрос безусловно и без сомнений является одной из причин этого статистического роста и конечно правительству было бы настоятельно необходимо что-то сделать чтобы люди могли вернуться к тому что они делают и вернуться в течение месяца с тем что они делают более добросовестно но конечно есть и вторая причина которую миссис фейзер затронула сегодня но которая на протяжении многих лет преуменьшалась и оставалась неясной и это снова было рефлекторно отвергнуто зелеными и это конечно тот аспект что очень большая часть этих преступлений была совершена людьми не являющимися немцами людьми без немецкого паспорта я считаю что было бы фатальной ошибкой просто отрицать это и это не имеет ничего общего с тем чтобы каким-то образом разжигать всеобщее негодование напротив это очень очень много людей живущих в германии которые хорошо интегрированы имеют иммигрантскую историю которые никогда не позволяют себе быть в долгу которые конечно также страдают когда их подвергают насилию в конце концов миграционная преступность растет потому что это заставляет население чувствовать что там усиливается недовольство именно поэтому вы должны затронуть этот аспект а также поговорить о том как связаны неконтролируемая миграция и эта статистика преступности кто не остановит одно тот не остановит и другое цифры относительно однозначны в этом вопросе если учесть что в целом количество преступлений совершаемых иммигрантами увеличилась на 30 процентов то в общей сложности 41 процент подозреваемых в совершении преступлений не имеют немецкого паспорта это просто факты о которых нам нужно поговорить и как я уже сказал это не имеет ничего общего с тем фактом что очень очень много хорошо интегрированных иммигрантов но неконтролируемая миграция также означает рост преступности и поэтому я ожидаю что госпожа фезер сделает эту проблему главной что в канцелярии состоится саммит который будет посвящен как росту преступности так и неконтролируемой миграции и наконец не только на словах проблема будет решена адресована миссис он террер тоже сделала это сегодня она также справедливо сказала что тот кто стремится к правовому государству германии также должен уважать закон и законы в нашей стране в противном случае у него больше не будет такого права она все это сказала только есть большие сомнения последует ли за этими словами реальные действия в конце или это снова просто словесный прием мы конечно должны поговорить и об оснащении полиции в германии в любом случае даже из этой статистики очевидно что при таком росте преступности явно перегружены и полицейские управления в последние годы наблюдается некоторый рост числа полицейских управлений но многое из того что было сокращено за предыдущие годы это это не компенсируется этим и мы постоянно видим что конечно видеонаблюдение ни в коем случае не может заменить присутствие полиции на улицах и тот кто отвергает подобные дебаты как закон и порядок как это часто бывает в определенных уголках вероятно также не живет в жилых районах где такие проблемы возникают массовой очень часто вероятно он также не полагается на то чтобы ездить на электричке или метро ночью те кто ездит по окрестностям на такси могут себе кое-что позволить большинство людей не могут этого сделать и справедливо ожидают что на наших улицах на наших площадях даже в наших парках есть безопасность для людей которые там передвигаются независимо от того находятся ли они в безопасности днем или ночью в то же время важной темой для нас на этой неделе к сожалению как и прежде остается действие израиля в секторе газа на этой неделе мы внесем предложение ввести эмбарго на поставки оружия израилю потому что мы в ужасе от того что там происходит и вы должны очень четко заявить что ужасное нападение хамас произошло полгода назад законное право израиля на самооборону которое никто не ставит под сомнение никоим образом не оправдывает того что мы наблюдаем там уже несколько месяцев это кампании мести изобилующее военными преступлениями сейчас у нас более 33 тысяч погибшие в секторе газа большая часть из которых женщины и дети и мы твердо убеждены что германия является соучастницей все страны которые продолжают поставлять оружие израилю в этой ситуации являются соучастниками германия подает в суд на германию или обвиняет германию в пособничестве геноциду в секторе газа в международном трибунале процедура продолжается и мы твердо убеждены что германия не должна и не должна продолжать оставаться соучастницей здесь мы должны четко различать право израиля на самооборону и ведение войны очень правом израильским правительством министр обороны которого в самом начале войны сказал да что мы боремся с человеческими животными это означает что здесь также сознательно ведется война против гражданского населения преступная война против гражданского населения которая на самом деле ничем не оправдана по количеству жертв сейчас существует угроза наземного наступления на рафу нетаньяху объявил об этом и дата все еще открыта мы считаем что германия должна использовать все имеющиеся у нас дипломатические возможности контакты даже возможность влияния чтобы предотвратить это предотвратить еще больше жертв третья проблема которая нас волнует это то что сейчас вы должны сказать да принудительное обнародование документов затемненные документы принудительно начатые дебаты и пересмотре дела о коронавирусе журнал мультиполярный как известно опубликовал определенные документы хотя и в ненадлежащей форме но все же в конце концов сделал это они делают некоторые вещи очень четко ставят под сомнение некоторые из того что было задокументировано ранее даже сейчас относительно ясно что многие из тогдашних мер на самом деле не имели никакого оправдания и нанесли очень большой ущерб что касается длительного закрытия школ что касается закрытия предприятий что касается давления на художников на всю культурную жизнь которая была полностью парализована но это также касается всего вопроса вакцинации давление на вакцинацию в том числе на детей и подростков и это те вопросы которые все еще требуют проработки и бывает сделает этот вопрос расследование коронавируса очень важным вопросом как сейчас во время избирательных кампаний так и здесь в бандистаге потому что мы твердо убеждены что этот период коронавируса оказал огромное влияние на часть населения в их жизни в их свободе в том числе частично в том что касается вреда от прививок в их здоровье это необходимо срочно исправить и это также будет нашим центральным требованием и в ходе европейской избирательной кампании например когда я думаю о том что фрау фон дер ляйен по-видимому должна отказаться от своих сделок с файза и в ближайшее время продолжит исполнять обязанности президента комиссии по крайней мере если это будет соответствовать желанию союза но если мы посмотрим на то что часто происходило на государственном уровне например в сфере ухода где люди потеряли работу из-за ничем не оправданного обязательства по вакцинации в учреждениях которое было принято здесь в бандистаге в том числе и вопреки голосованиям многих из нас и именно поэтому мы собираемся сделать это темой например на уровне штата во время избирательных кампаний штата следственные комиссии на уровне штата были бы первым шагом к расследованию коронавируса и на федеральном уровне но в конце концов дело в том что здесь в бандистаге также есть следственный комитет по расследованию коронавируса где ответственные лица также должны отвечать и я говорю очень четко я считаю скандальным что кто-то вроде гена лаутербаха который действительно сознательно продолжал говорить неправду в эпоху короны является в значительной степени ответственным за то что две большие части или часть населения были исключены из общественной жизни в целом было исключено что на него также оказывалось огромное давление с целью вакцинации чтобы он мог продолжать работать в качестве министра здравоохранения и я должна честно сказать что свдп сейчас пытается поднять этот вопрос и отвлечь внимание своей собственной ответственности потому что худшее исключение было под светофором которого не было в эпоху ангела меркель это означает что они существовали при правительстве с участием свдп так что способ выйти из этого дела с требованием создания комиссии по расследованию это то что мы не позволим пройти через это мы считаем что для этого нужна следственная комиссия можно сказать что корона закончилась но всегда может повториться ситуация когда циркулируют патогены новые патогены могут произойти и другие вещи и анализ также служит для выяснения того почему тогда государство агрессор не смогло почему она не была остановлена не была остановлена с помощью через суды они через парламент и это прежде всего о том чтобы избежать повторения именно поэтому эта тема так важна и остается актуальной даже если вирус как таковой безусловно интересует сегодня лишь немногих меня это тоже волнует я забочусь и своем сердце я очень рад что дискуссия которую мы также начали по поводу целесообразности запрета на сжигание на уровне ес получила довольно широкое освещение отчасти с большой критикой но отчасти и с большим одобрением это действительно важная тема для нашей избирательной компании мы считаем что решение 35 о продолжении запрета ес на регистрацию новых автомобилей внутреннего сгорания 35 действительно является одним из самых глупых актов европейской политики и мы также считаем очень позорным что правительство германии по-прежнему поддерживает это в своей основе хотя за некоторыми исключениями в своей основе это уже так поддерживает все знают что победное шествие аккумуляторных автомобилей из китая связаны в первую очередь не с климатической политикой а с тем что китай и это всегда было подтверждено откровенно говоря сделал ставку на аккумуляторную технологию потому что в китае для этого есть хорошие условия и потому что всегда предполагалось что технологии сжигания с опережением ноу-хау почти на 200 лет или на 150 лет по крайней мере что они никогда не смогут догнать европейских производителей сегодня по крайней мере основная технология технология аккумуляторных элементов в значительной степени исчезла из европы даже bosch прекратил исследование эта технология из юго-восточной азии европейские поставщики вряд ли конкурентоспособны в этой технологии и наоборот надо сказать что жигатели будут продолжать эксплуатироваться во всем мире даже если европа будет настаивать на этом это означает что если мы действительно хотим добиться чего-то с точки зрения климатической политики то это не значит что мы должны что-то делать здесь в европе тогда мы должны добиться чего-то во всем мире но этого нельзя достичь с помощью аккумуляторных автомобилей а для этого нужно сделать все возможное чтобы действительно сделать немецкую автомобильную промышленность станет пионером нового класса автомобилей внутреннего сгорания а именно значительно более экономичных это может стать настоящим ударом по экспорту в то время как прекращение сжигания фактически угрожает нашей ключевой отрасли и очень-очень многим предприятиям поставщикам и рабочим местам не принося реальной пользы с точки зрения климатической политики последний пункт сегодня это то на что указывали профсоюзы 75 годовщина принятия закона о коллективных договорах в германии и так 75 лет назад впервые был заключен коллективный договор и с тех пор он был и остается и в последующие годы очень и очень многие трудовые отношения регулировались коллективными договорами в интересах работников сейчас осталось всего 50 процентов или 50 процентов то есть примерно половина это имеет драматические последствия для людей которым приходится зарабатывать на жизнь своей работой так что профсоюзы подсчитали что в среднем на 844 евро в месяц зарабатывает больше если у вас есть рабочее место защищенное коллективным договором и поэтому мы также выступаем за то чтобы снова повысить тарифную привязку и здесь действительно есть момент когда это действительно интересно вы очень упрекали бы вы когда мы говорили что глупая глупая европейская директива не должна быть реализована в данном случае существует исключительно умная европейская директива это директива о минимальной заработной плате которая в основном призывает отдельные страны стремиться к установлению 80 процентной тарифной привязки так что мы намного ниже этого если бы здесь действительно было какое-то европейское право которое заслуживало бы применение и приносило бы пользу так что мы хотели бы еще раз поднять этот вопрос в ходе дебатов один вопрос меня действительно смущает что в германии думают об ослаблении долгового барьера исключительно тогда когда речь идет о том чтобы потратить еще больше денег на вооружение мы должны взглянуть на то как сегодня устроена система закупок то есть заключаются контракты на вооружение или заказы на вооружение обычно они обходятся в 3 4 5 раз дороже закупаются вещи которые вообще не нужны немецкой армии например радиостанции которые затем вообще не работают в обычных внедорожниках и танках так что вам лучше присмотреться к этой совершенно непрозрачной сети закупок писториус безусловно мог бы разумно сэкономить много денег налогоплательщиков тогда возможно он больше не был бы так популярен среди рейн металл и ко возможно тогда у него возникнут проблемы с председателем комитета обороны который также очень тесно связан с оборонной промышленностью так что здесь я думаю было бы действительно худшим моментом сказать что мы должны влезть в долги чтобы еще больше обогатить оборонную промышленность между тем что касается инвестиций особенно расходов на образование даже если вы действительно посмотрите на ужасные результаты тестов писа в немецких школах ситуация с мостами дорогами в германии инфраструктуры в целом включая цифровизацию электросети и многое другое где действительно срочно срочно нужны инвестиции это действительно были бы области которые на самом деле невозможно финансировать из текущего бюджета было бы разумно соответствующим образом снять долговой барьер давайте прежде всего остановимся на проблеме нехватки денег и на что нужны деньги на пожертвования левые сейчас требуют 25 миллиардов евро для обеспечения детей которые были собраны фон дэн линдоном в 2,4 миллиарда евро и которые до сих пор снова вызывают споры как раз лабло вы бы посмотрели на своего бывшего коллегу вы должны очень внимательно посмотреть на то что происходит с деньгами и действительно ли они попадают к детям то есть первоначальная концепция миссис пауз с пятью тысячами дополнительные должности я думаю действительно никому не доступны так что если вы создадите здесь дополнительные так сказать новые должности хотя на самом деле вы утверждаете что хотите улучшить положение бедных детей конечно у нас есть проблема детской бедности в Германии очень многие дети растут в бедности особенно дети одиноких родителей но возникает вопрос например если бы не было больше денег например на расширение детских садов и детских учреждений было бы намного лучше потому что действительно дети часто бедны например потому что родители-одиночки не могут работать потому что они не могут найти место для детского сада то есть они застряли на гражданском пособии но у них есть все шансы так что я сам знаю достаточно людей мне тоже пишут снова и снова женщины которых это касается они говорят что у меня есть работа я могла бы работать но я не могу потому что у меня нет дневного ухода это означает что ребенок может выбраться из бедности потому что мать работает но она не может потому что не может обеспечить надлежащий уход за своим ребенком или даже дневной уход в школе это также имело бы смысл для успеха в учебе если бы это был не только уход но и помощь в выполнении домашних заданий это в первую очередь помогло бы детям когда родители возможно не могут так много делать с домашними заданиями просто объективно не могут я считаю что проблема детской бедности является более сложной и вам нужно внимательно посмотреть на что тратятся деньги значит больше денег на расширение детских садов больше денег на дневные школы больше денег на лучшее образование обязательно конечно детская ставка в гражданских пособиях тоже очень низкая так что это так это то чем живет ребенок и вы не можете обеспечить его всем необходимым в достаточной степени и например репетиторство это очень очень бюрократическая процедура когда вы подаете заявку на получение гранта так что там уже были бы срочно необходимо послабление и улучшение вам нужно было бы еще раз точно подсчитать сколько это стоит какие суммы но я думаю что госпожа пауз госпожа пауз конечно сама спровоцировала то что с в д п теперь так легко удалось снять это детское защитное устройство готовое к штурму потому что концепция была не очень убедительны что она и представила и я нахожу это очень прискорбным потому что я считаю что это плохо когда в стране которая в целом имеет такое же богатство как германия такое количество детей растет в бедности и часто остается бедным потому что у них изначально меньше шансов в жизни расчета еще нет так что у нас немного другой подход к этому вопросу мы говорим что хотя ставки по гражданским пособиям должны быть увеличены но мы хотим прежде всего расширить услуги по уходу за детьми прежде всего мы хотим вкладывать больше денег в образование потому что худшее что бедность означает для детей в наши дни это не только не только решение в детстве но и прежде всего то что у них нет шансов как у взрослых так и у подростков иметь какую-либо перспективу чтобы выбраться из этой нищеты вот почему мы хотели бы сделать здесь другой акцент мы еще не просчитали это и я прошу меня понять потому что мы все еще находимся в процессе поиска и поиска наших сотрудников так что мы еще не до конца сформировались в том что касается докладчиков мы работаем над этим в любом случае для нас также очень важна проблема преодоления детской бедности и германии очень жаль что существует такая большая детская бедность есть еще вопросы нет тогда мы очень благодарим вас за то что вы пришли и за ваше терпение до этого ну что же как всегда озвучено много заявлений и вопросов и даже обещания есть так что давайте теперь обсудим все эти моменты заявления и предложения сары ваганг на комментариях под видео с чем вы согласны или не согласны и почему думаю что вам есть что сказать на этом все подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соцсетях спасибо всем за просмотр и за внимание берегите себя до новых встреч пока 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 пока